Эй, йоу! Всем привет, братишки мои и сестрёнки, друзья мои подружки. С тобой, как всегда, я, отец Шаморо, и добро пожаловать в новиночку. Новая выживалка вышла в Steam в демо-версии, называется она Soul Mask. И сегодня мы на неё посмотрим. Судя по всему, это игра на Unreal Engine. И это будет очень интересно, на самом деле, потому что новинки мы с тобой посмотреть любим. Не забывай поставить лайк, давай посмотрим, что это за игра. Продолжить игру в главное меню сервера для игры. Онлайн-игра. Вступить, осоздать, обновить, вступить, создать, обновление серверов, выбор сервера. Ага, есть сервера у нас. Ты посмотри-то, ля. Ля, ты посмотри-то, а. Ну что, ребята, я нашёл сервер. Игра онлайн, да, то есть крафтинг, строительство, выживание и всё прочее у нас будет происходить в онлайн. Серверов в Европе нет, есть почему-то только в Америке и в Азии. Вот, поэтому пинги, скорее всего, будут высоки. Ну, давай посмотрим. Лицо персонажа мы здесь выбираем. Наш челечек, да. Цвет волос персонажа. Небольшая кастомизация, как я вижу. То есть у нас есть четыре типа прически, есть тон кожи какой-то, да. Можно выбрать рост, размер тела. То есть насколько ты такой мужчина или женщина, да. Ну, как бы, знаешь, без первичных половых признаков, вторичных точнее, да. Ну, то есть как бы бороды нет, ничего нет, я не знаю, как бы. Ну, то есть фиг возник. Ладно, давай посмотрим. Опа-на, какая-то красивая маска. Ой, смотри, какая каст-сенка красивая. Это мы с тобой. Это мы с тобой. Реснулись, звуков явно не хватает. А, сол маска. Маска души, да, у нас называется. То есть мы выбираем свою маску. Слушай, это очень интересно. Мы должны выбрать свою вот эту вот, моя маска. Введите свое имя, Шиморо. Создаем. Давай посмотрим. То есть все завязано вокруг какой-то маски. Непонятно, что это за маска, что она решает. Пока звуков вообще, как я вижу. Нету. Идут подгрузочки у нас. Подгрузочки, 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 подгрузочки. Мы выходим в 60 кадров в секунду. И теперь мы должны с тобой сделать раскадровку чуть повыше. Мы с тобой на самом высоком этом. Играем. Apply. Окей. То есть вот, 240 кадров в секунду мы с тобой вышли. Бег. Смотрим. Нормально, нормально сделан. Ой, слушай, а выглядит... Ёлки-палки. Че такой резкий-то, пацан? Волочки трясутся, я такой радостный. Бегу куда-то. Так, а тростниковая стена, где мы начинаем, ничего абсолютно непонятного. Есть какие-то сборы трав, есть костер. Это кто-то, видимо, построил дом себе на старте, насколько я понимаю, да? На ТАП у нас есть инвентарь, куртка, штаны, перчатки, обувь, кольцо, ожерелье и так далее. Льняная ткань, крепкая веревка, очередь ожидания, предметы, работа. Персонаж. У нас есть уровень восприятия, телосложения. Есть характеристики. Ты посмотри, атака, защита. Ёлки-матрёлки. Шимору, новичок, бродяга, изгой, признание 500. У меня есть какое-то признание. У меня есть работа. А. А, понял. У нас есть работа, есть чаты. Ломайте камни, говорит. Хей, how does harvest without tools? With my fists? Да, видимо, кулаками мы с тобой здесь собираем ресурсы. Вот. Небольшие лаги присутствуют, но это потому, что серваки находятся достаточно удалённо. Есть полоска выносливости, она справа находится. О, чел сидит. Чел сидит. Братишка. Братишка, привет, ты на отдыхе? А? Отдыхаешь, а? 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 Ммм. Он отдыхает, и мы с ним ничего сделать не можем. Так, ладно, хорошо. Давай попробуем собрать ресурсы. Pick stone of the ground and some sticks and make pick. А, понятно, говорит. А вон там человек подсказывает, что нужно сделать. Он говорит, возьмите камни с земли. Ага. Ты кулаками подбираешь камень, что ли? Или это у меня задержка такая на Е? А, это у меня задержка такая. То есть я нажал, а у меня... Вот, вот, смотри. Сейчас будем с тобой крафт смотреть, разбираться, как это делается. То есть на Е я собираю. Нужно нажать два раза, чтобы до сервера дошло, что я нажал эту кнопочку. А, здесь вообще нужно два раза нажать. Один раз просто так не срабатывает. А, я понял. Ты дабл кликом это делаешь, фактически. И, видишь, небольшие подлаги присутствуют. Ну, ладно, новинка. Всегда интересно посмотреть, как бы... Учтем, что, например, на европейских серваках у нас не будет лагов, да, никаких. Так, собираем стики. И теперь у нас есть работа, как я могу создать какие-то вещи. Я могу создавать оружие, обычный материал, снаряжение. Вот, каменный топор, камень, кремень. Каменная коса, но это оружие. Обычный материал, изготовление, оружие, бла-бла-бла, предметы. Другое. Вот, каменная кирка. Камень мне нужен и кремень. Для этого мне нужно кремень, кремень, кремень собрать. Это как мне это сделать? Это вот, наверное, кремень, да? По логике. Но руками я кремень не могу добыть, по идее. То есть, наверное, его нужно будет тоже собирать, насколько я понимаю. Травку могу собрать здесь? Вот, я получаю волокно и тростник. Ну, то есть, как во всех, в принципе, аналогичных у нас выживалочках. Интересно посмотреть рассвет. Нет, сейчас у нас ночь идет темная. Я не знаю, будет ли у нас светлее в этой игре. Интересно посмотреть на рассвет. Сбор повысить уровень мастерства до четырех. Так, мы собираем, повышаем с тобой уровень мастерства. Как ты видишь, все прокачивается абсолютно, да? Еще один чел сидит. Я не знаю, это что это за чел. Это, видимо, не игроки. Это какие-то отшельники, да? Которые, которым можно подойти, наверное, и взаимодействовать. Игулана, блядь! Это игрок отдыхает, видимо. Ну, сука, Игулана, блядь! И сюда нахуй! Курица, блядь! Нихуя себе, курица у вас, ребята. Перевод у вас шикарный. Это кремень? Не хватает выносливости. Наверное, кремень можно тоже как-то создавать из каких-то ресурсов. Я не знаю, может быть. А может быть и нет. То есть, какие-то ресурсы, ну, как кремень. Кре. Кирка. Каменная кирка. Нет, я не могу создать кремень, как я понимаю. То есть, у нас работает поиск. Все это прекрасно. Ну, блядь! А где мне взять остальные остатки, оставшиеся ресурсы, которые мне нужны? Здесь мы пособираем. Лиану мы получаем, волокно и все прочее. Если я не могу кулаком добыть кремень. То, наверное, я его логично должен найти как-то на земле. То есть, наверное, маленькие вот такие вот кусочки и кремния мы с тобой сможем найти. Каким-то образом. Я не знаю, ну, как-то это должно именно так. Вот, 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 например. Опа! Да. Нет, это камень я получил. Это я получаю камень, 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 камень. На земле я могу получить только камень и ветки, которые мы с тобой собираем, да? Камень. Нажмите Т, чтобы перейти к ремонту маски и открыть меню знания и технологии. Опа! А, контроль, аварийная. Контроль, эффекты. Знания и технологии. Базовое строительство. Вот, инструменты. Базовое строительство. Могу я это? Восстание варваров, смотри. Рассвет нового племени. Вот, и я могу как-то, наверное, щелкать ЛКМ, чтобы изучить. Подтвердить. Вот, и мы с тобой примитивные инструменты изучаем. Все, теперь мы можем это крафтить. Хорошо. Дальше. Тап, чтобы войти в ремеслии. Сделайте один из четырех каменных инструментов. Вот. А где мне взять кремень? Вопрос. Кто там ходит? Братан! Это мои ресурсы вообще-то, я тут зашел играть. Что тебе нужно от меня? Иди сюда, я не буду с тобой дружить. У тебя маска такая же, как у меня. Ты чунга-чанга, я чунга-чанга. Уходи. Никаких взаимодействий. Никакого общения. Мы не друзья. Лучше расскажи мне, как кремень сделать. Смотри, а люди здесь застроили себе огромное количество, на самом деле. Всяких разных домов понастроили. Смотри-ка. И с дизайном не это. И сделайте один. Ну, легко сказать, сделайте это. Вы мне скажите, где мне у вас кремень взять? Войню, что, блядь, в этой игре. Я бы с удовольствием это все сделал. Сделали, я не знаю, усложнили крафтинг, а не дали нам вообще никакой вариации. Ну, типа, вот у нас каменная кирка, камень и кремень. Заебись. Это очень классно. Ну, типа, получается опыт изготовления вручную. 10 секунд. Понятно. Ветка. Выберите один вари... А, выберите один вариант. Из чего мы делаем? Усё. Понял. А так сразу нельзя было создать вообще? Выберите один вариант. Ой, сосульки вонючие. Так, это очень плохая система крафтинга, сразу тебе скажу. Не для туннельных ребят. Не для тех, кто готов тратить кучу времени на чтение. То есть, а так как я снимаю видео, мне нельзя сидеть и затупливать на одном месте. Мне нужно, чтобы всё быстро было понятно и доступно. Если я буду сидеть, блядь, и втыкать, смотреть, читать вот эту каждую хуйню, то это будет вообще... Это не видосы, будет а говнище. Поэтому мне нужно, чтобы это всё быстро было, прагматично и интересно. Вот как мне теперь это скрафтить? Я выбрал один вариант. Чего мне не хватает? Вот. У меня есть всё. А, два раза мне нужно нажать. Топор. И ещё я могу ебануть себе костерок. И каменный нож мясника мы тоже сделаем. Так, хорошо, у нас есть камень. А, точнее топор. Мне, кстати, нравится, как анимация бегает. Иди сюда, нахуй, блядь. Ну, ка тебе, нахуй. Ну, нахуй, блядь, сука. Не, не могу. Не могу, к сожалению. Видимо, потому что сервераки всё-таки ПВЕшные здесь. Там я видел, что... О, нахуй. Давай посмотрим. The Forest это у нас или не The Forest вообще? Рубануть могу. Всё завязано на сервере. Видишь, и от лагов, и качества соединения будет зависеть качество твоего игрового процесса. Я очень не люблю, когда разработчики делают игры, да, особенно массивные какие-то, которые завязаны на серверах, и где сервера начинают обрабатывать тебе всю структуру игры, и при этом присутствуют вот такие глюки-лаги. Лучше уж не делать никак, или дать возможность поиграть в синглплеер, чтобы игрок почувствовал без каких-то сетевых ограничений свой кайф от игры. Я, кстати, нарубить ничего не могу абсолютно. Это очень странно. Ну, типа, нахуя мне это... А, это я киркой бил, да? Давай вот топор. Не хватает выносливости. Давай выносливости. Вот сейчас. Включайся. Вот. И я получаю ветки и древесную кору. И каким-то образом прокачиваюсь, и деревесинка у нас падает. И просто падает. И исчезает. И исчезает в небитие. Ладно, хорошо. Дальше что? Используйте инструменты для добычи ископаемых. Например, каменной киркой можно добыть камень. Ну, давай, к примеру. Мы добываем камень каменной киркой. Все происходит через подлаги, через подглюки. Ну, так, хорошо. Камень разрушается. И достаточно приятно, кстати говоря. Вот. И теперь мы получаем кремень, соответственно, после того, как разбиваем всю херню. Да? То есть... И можем использовать либо камень, либо кремень потом для того, чтобы уже строить какие-то разные вещи. Достаточно интересно. Получена бирюза. Так. Вот я опять убрал кирку из рук, хотя я нажал всего лишь один раз. Но это из-за сети. Рубка леса. Повысьте уровень мастерства до пяти. О, орехи я получаю. И смолу. Я здесь должен кушать, пить же? 23 градуса у нас температура. Так. Эффективно соберите урожай из куста с помощью косы. Косу еще нужно сделать. Зашла каша на камень. Инструменты. Каменная коса. Так, разблокируем. Теперь идем спокойненько в инвентарь и делаем себе каменную косу. Два раза кликаем, и она спокойненько у тебя крафтится. Так, с этим все понятно, да? С этим мы разобрались. Сейчас нас, видимо, обучат как-то выживать. Единственное хуево то, что ночь. Хотелось бы посмотреть на эту игру в дневное время. Время вон идет, видно, да? Видишь, время идет нестандартное. То есть не серверное. Ну, имеется в виду серверное и игровое. Не берется никак с времени реального сервера. Так, не хватает выносливости. Сейчас у нас будет уже, наверное, скоро рассвет. Дай-ка я ягодке ебану. Ягодку ебанул. Под маску засунул, как говорится. Так, под маску ягодку я припиздюю. Мне нравятся анимации, как сделаны. Наклон персонажа прикольный. Когда третьего лица игры делаешь, нужен вот такой вот наклон обязательно. Ну, то есть, когда персонаж бегал, тогда это чувствуется. Тогда это очень хорошо. Тогда это приятненько. Блядь, как он ногами перебирается. Господи, у вас что-то с анимациями вправо-влево. Ребята, вам нужно скорость понижать. Скорость анимации. Господи, как будто меня пиздюкает. Нихуя, я сейчас домой заберусь, братья, дерево. И тебе все нахуй вырублю. Ощущение такое, что у меня есть какие-то такие небольшие проблемы. Эффективно собирайте урожай с куста с помощью косы. Так. Урожай с куста, бля. На нахуй урожай с куста. О! Это я эффективнее собираю, да? Костер прами, возрождение, просто оборудование отчага или костра. Подожгите его. Можно использовать для возрождения после разжигания. А, то есть если со мной что-то случится, я могу просто поставить здесь где-то костер. Да, и разжечь костер, насколько я понимаю, да? Там жареные кузнечики, например, я готов приготовить. Я кузнечик в инвентарь положил. Включить. Добавить топливо. Топливо я могу сделать вот так, да? Все, я включил. Нажмите Т, чтобы зайти в меню знания и технологии, базовые настройки и узнать, как плести крепкие веревки. Нажмите Т, чтобы войти в резюме. И светик. Так, нас с тобой очень хорошо обучают. Мы будем знать с тобой, как плести веревки. Вот, у нас есть веревка. Видишь, это нас фундаменту обучают. Так, хорошо. И теперь мы должны с тобой сделать веревку каким-то образом. Да, вот крепкая веревка. Все, мы сделали крепкие. Примитивное оружие. Используйте примитивное оружие один раз. Как делать примитивное оружие, вы узнаете в меню технологии маски. Маска отвечает у нас за меню технологии. Это что-то новенькое на самом деле. Примитивные инструменты есть. Базовые примитивные... Примитивное оружие. Вот оно. Копье. И я лук хочу, например. Вот лук, мне интересно. Сейчас хочу поохотиться на куриц. Используйте примитивное оружие. Один раз как использовать примитивное оружие, вы узнаете... Так, хорошо. Я хочу, например, сейчас сделать деревянный лук. И стрела деревянная. Мы используем бревна для стрел. Слушай, в принципе, развитие достаточно быстрое получается. Кузнечики я могу приготовить? Я забрал их или нет? Вот саранчу я. А я хочу жареные кузнечики приготовить. А вот они жарятся начинают. Все, потом я смогу их похавать. Все, у меня появился лук, ребята, на третий слот. Если я возьму лук, отменить натяжение... О, слушай, удобно. Вон курица. Оп. И стрела в дни, понятная ебеня, улетела. И баллистики нету у нас. А, у нас нет... У нас стрел нет? У нас есть 10 стрел, как... Ага. А, все, нужно было перенести на лук. И теперь мы используем колчан. И теперь я могу поохотиться на, соответственно, куропатку. Разделать ее как-то могу? Курица, рейтинг охоты. Вес, сохранить данные. Ммм, великолепный. Рейтинг быстрого убийства. Курица, главное меню, рейтинг охоты. А разделать? Ножом, наверное? Да. Нет, это нож у меня. Нихуя у меня нож. У меня не нож. У меня двуручный тесак какой-то огромный. Что там по кузнечикам? Хочу кузнечика скушать. Хочу скушать кузнечика. Могу я его вот прямо сейчас взять так вот. А нет, я должен его вынести на слот, видимо. А нет, я его съел вроде бы. Но это из-за лагов. Мне очень понятно. Дальше мы можем выйти в фундамент. Построить и тростниковый фундамент. Но сначала мне нужно порубить все. Порубить то, что нужно. И больше стрел поиметь, как мне кажется. Вот сейчас 2 часа ночи, типа, по игровому времени. Мы с тобой как раз посмотрим рассвет. И посмотрим, где здесь можно будет построиться и покрафтиться. Слушай, ну так-то, в принципе, все механики и основы выживалки здесь имеются. Ну, то есть, потанцевал как бы есть. Если европейские сервера нормально откроют, будет заебись. Не хватает выносливости. Ну, братан. Ничего же не случилось. Ну, ёпта, поработал над деревом просто. А задышал, как будто, блядь, я не знаю, как будто у него что-то в жизни произошло. Блядь, это я тише стал или... Блядь, что у меня случилось? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Как будто я тише стал. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну, поэтому, видимо, мой микрофон не подходит для озвучивания каких-нибудь интересных фильмов. Насколько я понимаю. Построите тростниковый фундамент. Так, а это здесь кто-то, смотри себе, базу понатыкал огромную. Это кто здесь сидит? Это кто-то сидит, отдыхает. Мне нужно больше, на самом деле, стрел сейчас. Да? И нужно больше древесины. Поэтому я сейчас порублю, пробегусь, посмотрю по миру. Что за мир вообще здесь? Потому что мир это очень важно посмотреть. Как он выглядит и так далее. Руб колец. Повысить уровень мастерства до 10. Ну, все, я уже мастер рубки. Насколько я понимаю, чем больше я вырубаю и занимаюсь вот этим всем, тем я интереснее парень. Так, подожди. Я смотрю, что ребята сидят одетые. Выделка шкур. А-а-а. Плотничество. Базовое плетение. Выделка шкур. Простое техника плетения. Базовое дробление, гончарная техника, каменное оружие, примитивное оружие. А как мне сделать одежду? Базовый забой. Разблокировка чертежа. Мясницкий стол. Да. И я могу разделка тушь заниматься. То есть требуемая силы оживления 6. Можно получить мясницкий стол. Нужно очков технологии. Так, хорошо. Подожди дальше. Выделка шкур. Базовое ремесло. Ремесленческий станок. Столярный верстак. Нужно ли мне это сейчас? Непонятно. Вот. Защитное снаряжение из ткани мы с тобой делаем. И теперь я могу, наверное, его покрафтить каким-то образом. Но что мне нужно? Льняная ткань и крепкая веревка. А создание ткани я могу каким-то образом сделать? Ага. Создание ткани у нас делается из волокна, которого у нас с тобой, в принципе, до хрена. Поэтому одеться мы с тобой уже сразу же сейчас сможем, в принципе, да? И построить себе сразу же фундамент. Зашла коша на камень. Ну, тут, смотри себе, фундамент. Кто-то отстраивает пижину. И бару кто-то себе сколотил. Огромную уже. Так, бревночка мы с тобой забираем здесь. И фондейшины тоже сейчас все здесь порубим. И спокойненько выходим уже в хорошие технологии. Плюс веревок нужно побольше сделать, на самом деле. То есть веревки нам сейчас тоже нужны будут для, соответственно, куртка. А что, мне только на куртку хватило? А, веревки-то нужно до хера, братишечка. И ткани нужно до хрена. И веревки нужно до хрена, чтобы я мог это скрафтить. И я могу надеть себе, соответственно, уже куртки и все прочее сделать, да? Вот, я обувь могу сделать себе, чтобы у меня было все хорошо. Штанишки могу сделать. А и штанишки мне остается только сделать. Мне не хватает льняной ткани. Ну, льняная ткань это вообще не проблема. Могу я сразу сделать до хрена ее, не? Сделай до хрена сразу, братан. Чтобы мы с тобой могли и штанишки сразу сделать, и одеться, да. И штанишки мы сделали. Обувь у нас есть. И теперь у нас с тобой сделаются, соответственно, льняные штаны. И дальше мы уже выходим в технологии по... О, они что, фиолетовые прокнули? Я великолепное снаряжение изготовил. Я красава! Все, теперь я уже не голышом бегаю, а, как говорится, с прикрытым пепорием, да? Так, подожди, теперь что мы делаем дальше? Предметы, снаряжение, каменная кирка, топор, работа. Персонаж, работяга, трудяга, обычный материал. Фондейшн. Тростниковый фундамент нам нужен. Опять же, крепкая веревка. Крепкая веревка собирается из лиан, а лианы лучше всего собирать косой, насколько я понимаю. Не очень удобно вот это вот сделано. Уже пять утра, где рассвет? У нас всегда ночь, что ли? Я не понимаю. Сервер, ты всегда ночной или как? Или это лор такой игры, что света нет? Вот, я лианы получаю отсюда, видишь? И таким образом мы сможем с тобой сейчас тростниковый фундамент сделать. У нас есть 23 стрелы. Давай, братан. Мне нужна выносовость, видимо, на выстрел, да? Нужно брать на упреждение, на опережение. Эти вот флаги, конечно, это... Пипец. Давай, братан. Не хватает выносливости. Бля, я даже курочку зарубить не могу. А нет, рассвет уже какой-то у нас наступает. Я не знаю, во сколько здесь вообще рассвет. Уже как-то светлее становится. Уже как-то получше, поинтереснее. А вот здесь я могу фондейшн себе, например, забабахать, да? Я хочу себе на возвышенности. Трестниковый фундамент в количестве 4 штук, например, да? Плюс крепкая веревка. Мы с тобой сделаем в огромном количестве. Это мы убираем. Это мы прокликиваем. А теперь, что у нас дальше здесь получается? Фундамент у нас становится на 8 слот. И я могу его прямо здесь бахнуть, да? Не знаю, стоит ли прямо на скале это делать, нет? Вот так вот я смогу себе сделать красивый здесь дом и фондейшн, да? Смогу, смотри-ка. Ля. Ля, могу, ребята. Я могу. Делаем вот таким вот образом. А что нам не хватает? Крепкой веревки опять в огромном количестве. Крепкой веревки сделай по максимуму, братанок. И крепкой веревки лианы. Ну, то есть я всегда должен заниматься собирательством и, соответственно, делать всякие такие вещи, да? Получается. Ну, то есть, чтобы крафтить, мне нужно постоянно что-то рубить. О, наконец-то, рассветик у нас пошел. Давай, пособираем здесь лианки. Пока не хватает звуков. Как бы, ну, понятно, игра в демки, да? То есть не все озвучено. Звуки это вообще такая сложная вещь, да? Чтобы их грамотно озвучить и чтобы они подходили над звуками работать в играх. Это такая достаточно тяжелая работа, потому что все должно сочетаться. Все должно подходить. Все должно комбинироваться. Зря я так сделал. Так, наверное, лучше не делать. Так, ну, теперь, чтобы забраться к нам в дом, нам нужно всегда обходить вот таким вот образом. Это не очень удобно. Так вот, я надеюсь, что здесь я займу. Да, здесь я занял. И вот здесь мы делаем вход. Умением обрабатывать ли меню технологии маски один раз сделайте льняную ткань. Я уже делал, братан. Меня не туда обучают. Нажмите, наденьте льняное снаряжение. Нажмите Shift L, чтобы пропустить. Это мы сделали. Успешно поохотитесь на любой обычный животный. Это мы сделали. Изготовьте доску или рукоятку на столярном станке. То есть, мне сейчас нужно выйти в столярный станок. Какое-то базовое плотничество. Столярный верстак. То есть, мне его нужно будет скрафтить, этот столярный верстак, насколько я понимаю. А-а-а, где мой столярный верстак? Крафтаника мне, столярный верстак. Я, братишка, пацан, не просто так. Ой, красивенько как стало. Ой, ой, как хорошо это стало. Вот он, рассвет у нас пошел. А то у нас все темная ночь. А темная ночь-то не очень приятно. Знаешь, она мне чем-то очень сильно напоминает. Не Conan Exile. Блин, какую же она игру напоминает? Естественно, от арка здесь тоже много всего. Блин, какую-то она игру мне точно напоминает. Здесь нету, как ты видишь. Сейчас слушай. Это, наверное, больше похоже на Conan Exile в своем мире с масками, да? В этой игре, наверное, будут китайские читеры рулить, как в Conan Exile в свое время. Наверное, и сейчас в Conan Exile также читеры китайские застраивают все сервера. Мне кажется, здесь тоже, возможно, будет что-то подобное. Верстак, кстати, делается достаточно долго. И у меня не хватает ХП. Слушай, а что мне восполняет ХП? Я вот сейчас съел ягодку. ХП не восполняется. А, нет, по чуть-чуть пошло. Ягоду и орешками закусил. Я съел ягоду, закусил орешками, закусил орешками, закусил орешками. Так, подожди. Теперь что мне нужно? Я хотел бы достроить дом, на самом деле. То есть... Вот, мы можем делать стены. Вот, 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 вот. Мне нужен подход же теперь, правильно? То есть, как бы... Сейчас самая основная моя задача, это наделать огромное количество веревочек. Да, пускай их делается 36, потому что их очень много нужно. И выйти уже в какие-то более интересные технологии, типа вот тростниковые лестницы. Мне нужен тростник и крепкая веревка. Опять же, мы все упираемся в крепкую веревку. Я максимально ее сейчас наделаю. Заметь, бревен не так много нужно. Древесина и камень повышен. Тут же мы получаем ветки смолу. Сейчас вот эти все деревья, которые нам здесь не нужны, мы абсолютно вырубаем. Сделай ветки и смолуй. Сделай ветки. Сделай ветки и смолуй, братан. Так, теперь у нас есть верстак. Я хочу достроить дом, чтобы у меня было все красиво и охуенно. Так, показывается, смотри, где у нас стоит верстак, получается, как мы его поставим. Вот, и здесь мы можем уже, смотри, делать всякие различные обработки. Изготовьте доску или рукоятку на столярном станке. То есть, чтобы мне, вот, я переношу сюда. И чтобы что-то сделать, мне нужно перенести определенные ресурсы, смотри. Мне нужно одно бревно, у меня их 12. Добавить улучшенную деталь. А я на столярном станке, наверное, не изучил какие-то рецепты, насколько я понимаю. Контроль. Подожди. Базовое плотничество. Вот, да. Вот, и чтобы мне изготавливать здесь, мне уже нужна, соответственно, деревянная рукоятка. Для чего? Давай, сделаем. Можно назначить строительство? Строитель? Смотрителя? Кто-то будет здесь, смотри. А, нет, смотри. Это я строю, да. Все, я сделал деревянную рукоятку. На самом деле, не очень удобно то, что ты все абсолютно крафтишь вот таким вот образом. То есть, вот мы делаем стены с тобой, забор, окна мы можем сделать. Но не можем сделать пока дверного проема, насколько я понимаю, да. Чтобы сделать дверной проем базовый, мне нужно сделать отдельно его изучить. И крышу, и так далее. То есть, теперь вот я могу только выйти в какие-то технологии. Тростниковая дверь, тростниковые стены нам нужно в большом количестве, да, если я хочу застроиться. То есть, здесь у меня будет вход. Давай сначала мы поставим лестницу, посмотрим, как это будет выглядеть. Да, я могу спокойненько. Вот у нас, например. Бля, у меня красивый дом. Э, куда, куда лестница въебалась? Ах ты, собака какая, блядь, а. Она вниз поставилась. Ну, ты вообще лестница-кудесница, милая, при лестнице. Так, вот так вот сделаем. Нулевочка. Восьмерочка, это наш дверь. Лестница нулевочка пошла сюда. Здесь мы делаем уже девяточку. Да. И я хочу, естественно, обзора больше. То есть, мне нужно с оконными проемами дальше сделать то, что у меня есть, да. Для этого мы выходим с собой также в знания и технологии. Заходим вот сюда. И ищем. Слушай, у нас тростниковое окно есть. А проем мы его в любой момент можем куда-то запиндюрить, что ли, получается? Скорее всего, мы можем его припиздюлить. В любую хуету. Ну, то есть, любой выбрать этот. И, соответственно, запиндюрить. Ну, пока, как бы, крафтинг, система выживания, ну, то есть, ничего нового, конечно, игра не вносит. Вот эта вот система с масками достаточно интересное развитие. То есть, за этой игрой надо последить, на самом деле. Посмотреть, во что она собирается превращаться и выливаться, как говорится, да. Потому что пока, да, это типичная выживалка такая, да, ничего нового она не вносит. А вот эта система масок, это как раз, видимо, та новизна и то новое, что разработчики хотят нам показать. Ну, что именно? Вот окно. А, видишь, я не могу окно. Я думал, что окно можно будет вставить в какие-то вещи. Просто в стенку, например. Но, да, окна, видимо, мне придется развиваться, да, насколько я понимаю. Смотри, знание технологии. Мы выходим вот сюда. Но я не вижу здесь оконного проема. Я вижу только стену. Каркас и мебель, например. Да, среднее плотничество, базовое ремесло. Ремесленный верстак. А почему вы, видимо, окна не придумали еще, да? Окно придумали, а оконный проем разработчики не придумали? Потому что я не вижу. Я вижу забор, я вижу окно, я вижу стену. Еще раз. Мы берем окно. Разобрать я могу. Больше операций. Разобрать, утилизировать. Трестниковая стена разобрать и утилизировать я могу. Все. Окошко я в нее въебать не смогу. То есть у меня дом без окон. Класс. Ну, просто вариации такой нет у меня опции. Я думал, будет вставляться у нас окошко. Ну, типа, раз уж вы так хотите, типа, сделать. У меня должен быть контейнер, корзина. Простая тростниковая для хранения предметов. Это тоже мне нужно будет сделать. Тростниковая корзина. Мы делаем. Травяной матрас. Здесь мы отдыхаем. Да, травяной матрас мы тоже сделаем. Ну, и таким вот образом ты, получается, развиваешься, 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 технологеризируешься, технологеризируешься, технологеризируешься и получаешь удовольствие. У нас не окна, у нас получается подобие вот таких вот окон. Замка же у нас нет, получается, да? Вот. И здесь ты уже обживаешься и получаешь удовольствие. И здесь мы можем с тобой хранить какие-то вещи, насколько я понимаю. Слушай, ну за игрой интересно понаблюдать Как минимум, да, чё я могу сказать Возможно здесь имеется Ядовитый жук, блядь А можно ядовитым жуком намазать, например Стрелу У меня есть ковер Травяной матрас, присядьте и отдохните ХП восстанавливается? Смотри, я ХП регеню на ковре Да ладно Я регенерирую ХП себе, братишка, на ковре Чтобы оставить травяной матрас Когда-нибудь оставлял травяной матрас, братишка? Наверное, жмите, говорит, чтобы оставить травяной матрас Чё я могу сказать? Я буду наблюдать за этой игрой Мне интересно, что эта выживалка выльется По крайней мере, она выглядит симпатично Да, у неё есть какой-то потенциал Не знаю, как будет лагать-не лагать На европейских серваках Но пока, в принципе, как выживание Заниматься есть чем Главное, что есть чем заниматься Чё строиться, к чему стремиться А ты чё, маленький цыплёнок, блять? Анимации у тебя очень плохие, я вижу Вот Теперь у нас есть вот такой вот дом На вот такой вот интересной местности, да? У нас построен Курочки Свежее мяско ПВП с игроками пока не присутствует А могу я заломиться вообще? Вот тут чувака есть здесь? Смотри, у него там костёр горит, блять Он там живёт Ну-ка нахуй хозяин Каждый день вычитается, разлагается у нас Нихуя Это чё, Конан, что ли? Я не понял А крышу-то делать надо, маленький, блять Да ну нахуй Подожди А крышу-то делать надо, родной Вот сейчас будет рейд, ребята Всё, я зарейдил, чувака Изи Изи рейд Чекаем Чекаем Сука Я не могу обворовать чужие сундуки Это гильдийский дом Здесь 20 гильдийцев живут Они могут только пользоваться верстаками и так далее Один вышел здесь, другая вышла на кровати Или это другой тоже Но я могу всегда уйти от них То есть без крыши дом делать вообще абсолютно не стоит Если будут ПВП-серваки, да? Без крыши это делать не нужно Но я зарейдил челиков Всё, пацаны Считайте, у вас ничего нет Был бы это ПВП-сервер Пока Да, ребята Увидимся на новом видео Посмотрел я на эту выживалку Потанцевал есть Я её запишу в список А если тебе понравится Миллион тысяч лайков поставишь Мы её посмотрим Возможно ещё Возможно погрузимся глубже в будущем Поэтому, пожалуйста Не забывай поставить лайк Писать, что думаешь Пока-пока